Вот что происходит, когда вы сокращаете путь. Каждый раз система обучения совершенствуется, но что-то остаётся неизменным. Обучение всегда требует много времени и усилий, поэтому короткие пути в этом процессе могут вызвать проблемы. В этом нам и необходима академическая честность, то есть честность и порядочность в обучении, в наших эссе, презентациях, курсовых, при всех академических задачах. Это означает, что выполненное нами задание всегда должно быть нашей собственностью и не должно быть копией чужой информации. Академическая честность нарушается при фальсификации данных исследований, при использовании чужой работы без цитирования, при читерстве на экзамене или когда мы даём кому-то списать. А, Лиш, только приехал домой, и что ты сказал создание, которое ты сделал? Знание базовой информации поможет нам избежать нарушений основ. Мы должны быть ответственны за своё обучение, разумно распоряжаться временем, чтобы избежать непреднамеренного нарушения академической честности, помнить о правильном цитировании и упоминании, а также помнить, что можно попросить помощи у наставников или учителей. Иногда учащиеся просто не понимают, что составляет академическую честность. Иногда давление на успех мотивирует студентов сокращать путь, но обман неприемлем и является нарушением. К этому нужно относиться с пониманием, иначе последствия могут быть серьёзными. Представьте, если бы не было академической честности. Пожарные не могли потушить пожар, медики не могли оказывать помощь, полицейские оказывались преступниками, а правила дорожного движения никто не соблюдал. Все бы стали жертвами академической нечестности. Всё это показывает, насколько это важно. Понимая это и следуя ещё со школой, позволит нам обеспечить светлое будущее для всех нас. Поэтому в следующий раз, когда вас просят писать, вы отвечаете... Нет.